С начала года в развлекательных заведениях областного центра произошло несколько нарушений. Возбуждено 12 уголовных дел. Количество вызовов полицейских в общественные места, такие как кафе и рестораны, увеличилось вдвое по сравнению с прошлым годом. Об этом стало известно на заседании Совета торговли и услуг на площадке Палаты предпринимателей. На очередном заседании Совета речь шла о проводимой работе по запуску сервисной модели полиции, защите прав представителей бизнеса. «Обращаются по разным вопросам. Сегодня на площадке Палаты у нас состоится заседание совместно с Департаментом полиции. Департамент полиции и Палата предпринимателей». На заседании также обсуждался вопрос о переходе на всеобщую декларацию. Она формирует эффективную систему контроля над имуществом и доходами физических лиц, способствует борьбе с коррупцией и теневой экономикой. Вместе с тем участники поговорили о службе сервисной полиции. «Есть проблемы и у правоохранительных органов, где относят ту категорию деятельности недобросовестных предпринимателей, которые осуществляют свою работу вне рамок установленных рекламентов. И для успешного выполнения поставленных задач оборудования государства мы разделили такие индикаторы общества, государства, бизнес. Они должны действовать на сегодня консолентированно. И в этом посыле мы должны помочь друг другу, чтобы синхронно, консолентированно двигаться в этом направлении дальше». В результате изменений в предпринимательском кодексе полицейские сталкиваются со значительными препятствиями в введении дел, связанных с незаконным производством алкоголя. С открытием в области большого количества общепита развлекательных центров расчет число различных преступлений, которые в них происходят. То есть у развитого бизнеса есть и отрицательные моменты. Полицейские утверждают, что важен не интерес предпринимателей, а спокойствие в обществе. Поэтому предупредили представителей бизнеса не действовать вопреки закону и систематически прекращать продажу алкогольной продукции. «В то же время последствия от незаконной реализации алкоголя влекут более трагические последствия. На сегодня с сведением изменений в предпринимательском кодексе полиция столкнулась с серьезным барьером. При администрировании дел связанных с незаконным реализацией алкоголя все должны понимать, что цель от полиции не наказание о предупреждении преступления правонарушения. Между тем, неконтролируемый разлив алкоголя на фоне роста объема их производства в нашем регионе приводит к алкоголизации молодежи. Мы теряем то звено, которое будет после нас поднимать нашу страну. Увеселительное заведение является источником зла, драк, потасов, ханства, бескультуре». Чтобы избежать таких пробелов, правоохранительные органы предложили представителям палаты предпринимателей стать членами гражданского сообщества и вместе участвовать в рейдовых мероприятиях. В целях укрепления двустороннего партнерства между областным департаментом полиции и палатой предпринимателей подписан меморандум.